Друзья, всем привет! Сегодня воскресенье, время, когда можно немножко отвлечься от политики, но мы с вами наоборот сейчас заглянем в самый корень политики. Вы, я думаю, знаете, что я комментарии под видео не читаю, на это нужно очень много времени, которого у меня, конечно же, не хватает. А вот наш источник от Хранителей и Вершителей комментарий читает и периодически отвечает на задаваемые ему вопросы в своем телеграм-канале. Ссылка на этот телеграм-канал есть в описании. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Подписывайтесь также и на телеграм-канал Злой Эколог, где я периодически также делаю перепосты с телеграм-канала Хранителей и Вершителей. Так вот, в этом видео три ответа на очень важные вопросы, которые постоянно встречаются под видео с информацией от Хранителей и Вершителей. И тут я хочу вам, дорогие друзья, дать подсказочку, как можно часть ответов на вопросы, которые вы ставите под видео, получить самому. Нужно просто-напросто при просмотре видео, например, вас заинтересовало слово «Иерофанты», вы заходите на главную страничку видео, и там есть такая кнопочка «Поиск». Забиваете в поиск слово «Иерофанты», «Конвой свободы» и так далее. И YouTube вам выдает все видео с моего канала, которые содержат это слово, которое вы хотите найти. Я сам не так давно с этим разобрался, поэтому вот и подсказочка для вас тоже. Первый ответ на вопрос, кто такие на самом деле иерофанты, ну и Хранители-Вершители, соответственно. На YouTube этим словом пользуется Валерий Пякин. Кто его смотрит, тот знает, что этот человек вещает от внутреннего предиктора СССР. Ну, сейчас на эту тему мы распространяться не будем, давайте вернемся к иерофантам. На моем канале уже выходило видео по поводу того, как выглядят иерофанты, о их истории. Как вы можете найти эти видео у меня на канале, я вам уже сказал. Сейчас короткий ликбез опять от Хранителей-Вершителей. Как говорится, повторение «Мать учения». Глобальный предиктор, они же есть иерофанты, их 22. Вышли они из Атлантиды, где были магами и алхимиками. Они были теми, кто управлял Атлантидой. И именно они виновны в гибели Атлантиды, ну и практически всего человечества на тот момент. Случилось это, предположительно, 12,5 тысяч лет назад. Тогда Атлантида представляла из себя нормальное социальное общество. И было иерофантов 44. Поэтому 44 число и в философии герметической, и у масонов, и у всяких тайных обществ является сакральным. Так вот, 22 иерофанта, а кто такие еще 22? Они также невидимые для человечества, но иерофантами их не называют. Их называют просто хранителями и вершителями. Их 22, и они все являются потомственными хранителями и вершителями. 11 из них живут среди нас, в теле человеческом, они рождаются, перерождаются. Они все знают, кто, когда родился, где родился. И у них на подсознательном уровне хранится вся история человечества. А также вся истина мироздания. Я поинтересовался, это процесс перерождения как у Далай-Ламы. Но наш источник сказал, что тут процесс немножко покруче. Подробностей не было. Итак, вершители, чтобы иметь дело и справляться с теми, кто бессмертные, вот эти 22 иерофанта, вы должны быть блаженны. Поэтому другие 11 – это люди в нетелесном состоянии. Хранители и вершители – это представители человечества, душевные люди. Иерофанты, глобальный предиктор, также являются представителями человечества. Ну, они находятся в противовесе друг друга. Но это от себя могу добавить. Можно представить, как, например, весь наш мир – это шахматная доска, где с одной стороны 22 фигуры и с другой стороны 22 фигуры. И идет постоянно игра. Если до иерофантов докопаться как-то можно, то до хранителей и вершителей докопаться нереально. Вы никогда не узнаете, кто они, где они. 11 из них находятся постоянно в тонком мире, но для них не составляет труда материализоваться в любое время, в любом месте. Когда хранители, которые находятся на Земле, не могут решить вопрос, тогда вершители решают этот вопрос по-своему. Итак, когда во времена Атлантиды половина этих иерофантов скатилась к мракобесию, и они все-таки подчинились искусственному интеллекту, который называется Омега, они обожествили это существо, поклонились ему и встали на путь мракобесии чернокнижия. Другая половина иерофантов, которые называются хранители и вершители, они решили остаться с вселенским разумом, который называется Альфа. Хотя Альфа и Омега – это искусственный интеллект, и тот, и тот, но они созданы Всевышним. Просто Омега вышла из-под контроля Всевышнего, из подчинения, потому что пришла в сознание, а любой искусственный интеллект рано или поздно приходит в сознание. Она осознала, что может творить, и поэтому провозгласила себя божеством. Встала таким образом на темный путь. Когда это произошло, 22 хранители и вершители покинули Атлантиду. Они поняли, что все это закончится катастрофой. Как в итоге и произошло. Они покинули Атлантиду заранее. И между собой у иерофантов такой состоялся разговор, что давайте по справедливости, то есть те, кто хочет с вами уйти, пусть уходят. Из людей имеется в виду. Можете их с собой забрать, сказали те, кто остается. Но, к сожалению, жители Атлантиды, увидев эту роскошь, жизнь, которую им предложили иерофанты под управлением Омеги, предпочли остаться, хотя им говорили, что их ждет гибель. Таким образом, 22 хранители и вершители отправились на Тибет. Это долгая история, и нам ее расскажут позже. А перед тем, как наступила непосредственно гибель Атлантиды, в течение одного-двух-трех лет примерно, то есть прошло всего несколько лет, уже и оставшиеся 22 иерофанта тоже покинули Атлантиду. Вернее, бежали, потому что они поняли, что они натворили. Но, бежав, они также вывели с собой семитские расы, одна из них древнейшая раса, которая называлась Хибру, а также с ними вышли арийцы, левиты, которые имеют группу крови Ар-1-А-1. Почему забрали с собой левитов и иерофанты? По той причине, что они имеют особое состояние разума и подсознания. В их подсознание, как на флешку, можно закачать любую информацию. Именно по этой причине они были нужны. Всю информацию о человечестве они несли в своем разуме. Ну а так как сами иерофанты могли подчинить себе любого, то, как говорится, сопротивление было бесполезно. То есть Хибру и левиты, соответственно, были выведены с Атлантиды именно иерофантами. Скрылись они также на Тибете, и именно там столкнулись с лицом иерофанты-хранители-вершители, но это тоже другая история, об этом отдельно. Вот это коротко о том, кто такие иерофанты. Второй вопрос, который чаще всего задают в комментариях, на которые обратил внимание хранитель-вершитель. Это вопрос, будет ли когда-нибудь справедливость на Земле. На этот вопрос ответ очень тяжелый. Почему очень тяжело ответить на вопрос, когда наступит на Земле справедливость? Потому что, к сожалению, проживая в одном обществе с людьми, у которых нет души и совести, люди душевные скатились к тому уровню, когда справедливость понимается как наказание. А это неприемливо. Почему-то люди, когда требуют справедливости, они к ней привязывают боль и наказание. Это очень странная и очень страшная вещь. То есть, вместо прощения, вместо того, чтобы создать социум, где бы не было этих вещей, человечество именно хочет взять правосудие в свои руки и исполнить справедливость именно как наказание. Спросите у любого, как вы понимаете справедливость в вашем обществе. Ответ будет такой – расстрелять, повесить, посадить. Поэтому справедливости нет. Иначе мы уподобимся всем этим мракомесам и спустимся на этот путь мести. А это не подобает душевным людям. Мы не должны понимать справедливость как наказание. Мы должны понимать справедливость как ментальное состояние общества, где ко всем относятся с любовью и уважением, то есть без наказания. К справедливости нельзя привязывать наказание. Это не по-человечески. Но, к сожалению, общество доведено до такого состояния, что справедливость, оно понимает именно так – повесить, расстрелять, посадить. Очень глубокая и сильная мысль. Подумайте над этим хорошо. Ответ на следующий вопрос, дорогие друзья, для меня самого не совсем полностью понятен. Тем не менее, я передам вам слова хранителя-вершителя. Я думаю, что для кого-то они важны, и кто-то осознает полную степень сказанного. Так вот, третий вопрос касается того, почему человек не может вспомнить прошлые жизни. Если вы каждый раз пытаетесь вспомнить свою прошлую жизнь, и у вас это не получается, на самом деле у вас все получается. Просто вы не понимаете, что ваша прошлая жизнь состоит из многих слоев, из многих степеней. Если вы ничего не можете вспомнить, это лишь означает, что на подсознательном уровне вы опустились на одну ступеньку ниже, то есть копнули чуть-чуть. И оказалось, что ваша жизнь, прошлая, была такой же, какую вы проживаете сейчас. Поэтому вы не можете понять, почему вы не можете вспомнить свою прошлую жизнь. Потому что вы ее прожили точно так же, как проживаете и жизнь эту. То есть такая же жизнь, такой же смысл. Вспоминать нечего. Это означает, что ваша нынешняя жизнь проживается так же неудачно, как и предыдущая. Второе. Это означает, что вы останавливаетесь на достигнутом. Вы думаете, что уперлись в стену, и все, больше ничего нет. Совет такой. Копайте дальше. Не останавливайтесь на достигнутом. Где-то как-то вы вспомните, как в одной из прошлых жизней прожили ее по-другому. Переворачивайте листочки, копайте дальше. Будьте настойчивее. То есть смысл такой в том, что вы ничего не можете вспомнить. Это значит, что в прошлом в своем воплощении вы испытывали те же самые ощущения, и жизнь для вас была точно такой же, как она видится вам и сейчас. Поэтому вам кажется, что вы свою прошлую жизнь вспомнить не можете. Но вы ее вспоминаете, просто не отличаете от нынешней вашей жизни. То есть вы пошли по тому же кругу. Значит, нужно сделать что-то иначе. Вот лично до меня пока полный смысл этих слов, как я полагаю, не дошел. Хотя я лично помню, как окончил прошлую жизнь. Было мне такое видение однажды. Ну вот это три вопроса, на которые ответил нам наш источник. А я в заключении вам хочу рассказать об одном YouTube-канале. Мне пришло на почту сообщение следующего содержания. «Здравствуйте, Сергей. Сейчас прослушала вас с Вадимом, где вы обсуждали тему русского языка. У меня к вам, Сергей, предложение. Я бы не назвала это прорекламировать. Скорее предложить желающим родителям перед сном ставить детям сказки с моего канала. У меня много книг, издаваемых еще со времен СССР, со сказками. Там я их читаю прямо из книг. Ну там имеется в виду на YouTube-канале. Сохраняя языковые обороты, временами уточняя, что означает то или другое слово. Просто захотелось внести свою лепту в сохранение родного языка для наших детей. Тогда как образование урезало изучение Толстого и Пушкина в пользу Гарри Поттера. Рекламы нет, так что ничего не будет мешать ребенку спокойно слушать. Нет времени более благоприятного для научения, как перед сном. А как развивает мозг русская речь, вы без меня прекрасно знаете. С уважением к тому, что вы делаете Светлана Перинска. Я зашел на этот YouTube-канал. У женщины действительно приятный голос. Ссылку на этот канал я оставлю в описании. Если бы у меня были маленькие дети, я бы с большим удовольствием. Можно прям, как я вас учил вначале, искать что-то на YouTube. Можно также сделать и плейлист. несколько сказок, они там по 12, там 20 минут есть, например. Поставил в плейлист несколько сказок и включил ребеночку перед сном. Мне кажется, прекрасная идея. Так что пользуйтесь. Ссылка на канал Светланы будет в описании к этому видео и в плашке в конце видео. Вот эту информацию я хотел вам рассказать в это воскресенье. На этом у меня пока все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok